Пойдем дальше, вот, привет Михаил, Михаил Свинин, Архангельская область, вот, настоящий мужик, почему я фотографию, а вы в Архангельске много видели таких? Вы зайдите там на рынок, или как его называют, на все эти рынки, даже колхозные, везде все идет за границей, какое я всегда, ну, ладненько, единственное, чем нам может помочь за границей с помощью, как называется эти, запреты, сейчас вспомню, с помощью санкций, это чтобы к нам не поставляли дерьмовые саженцы, которые все до единого погибли, нет, вот, что угодно, конечно, там детали к оружию, эти самые, к нам не поставят, это понятно, зачем, чтобы мы это вооружались, ну, а это, травитесь на здоровье, россияне, травитесь, 40 обработок, и вот перед вами человек, который сам это вырастет, а, привет Михаил, я почему ваш фотографию поставил, по-моему, с первого, и сегодня 213 раз, мы вместе, друг, мы вместе, я говорю, это вы, может, и гордитесь, что называем меня в титрах, это я вами горжусь, вы знаете, что, вы думаете, так просто, я бы вот так взял бы, да, возможно, что у вас труднее, чем у меня вырастить сад, вот, о чем и речь сойдет, это я вами горжусь, ладно, смотрим дальше, внимание, там, тарадарам, самый юный садовод России, первое место, пусть фотография не свежая, наверное, он уже подрос, наверное, он уже 2 раза выше, ну, видеть такую фотографию, ну, это же чудо, это сказка, но миллионы таких малышей лишены садов, потому что звериная технология, каторжная работа, негодная саженция, еще раз, звериная технология, каторжная работа, помните, перекопать 5-10 соток под лопату и 4 раза, 4 раза, а потом 8 раз опрыскать, 6 раз обрезать, понятно, это все на полном серьезе, убито, в результате, часть садов заброшенная, наверное, большая часть, вот эта фотография мне навеяла, ну, ладно, его оппоненты, вот они, это уже опытные волки, вот, видели, это уже опытные волки, эти ребята в саду выросли, понятно, здорово, вот такие дела, вот, я немножечко сейчас прослезился, глядя на эти детей, я хочу, чтобы все были, я еду это, несколько раз, не за один год, пусть за 20 лет, 20 лет назад я проехал по Транссибу до Москвы, 10 лет назад я проехал по Транссибу до Москвы, 12 лет назад проехал по Транссибу до Москвы, и последний раз это было не так давно, опять, когда дали людям землю, возле каждой, даже деревни, районного центра, возле города, сплошные дачи, но их загородили, и пробовали что-то вырасти, у нас такое возле Саногорска, здесь такое 551 километр, кажется, и у нас есть, там осталось, там даже кирпичи растащили, люди построились, и все, это умерло, умерло, поселок умер, ни одного чека нет, там еще бичей жили некоторое время, пока разбирали, опять разбирали обратно то, что построено, вот это, я вот еду, ужас, ужас, ужас и ужас, вижу сотни, две разваленные заборы, все, там, где чуть получше, я вижу на сотню старых домов, чуть-чуть не царских времен, полугнилых, два-три современных коттеджи, это люди прорвались, вот и все, вот это как высадоводство, и с самого начала, если бы это было, но я-то начал с 2000 года, и ничего не изменилось, ничего.